Гала или Гала Дали. Русская художница, модель, жена Поля Элюара, любовница Макса Эрнста, позднее жена Музы, модель Сальвадора Дали. Елена Ивановна или Дмитриевна Гомберт-Дяканова родилась 26 августа 7 сентября 1894 года. Мать Елены, Антонина Диулина, родилась в 1868 году в семье томского купца Петра Диулина. В ранней молодости вышла замуж за земского заседателя Барнаульского округа Томской губернии Ивана Диаконова, но в 1888 оставила мужа и уехала в Москву в возрасте 20 лет. Достоверно известно, что бабушка Елена по материнской линии проживала в Тобольске. Ее семья владела золотыми рудниками в Сибири. В 1891 году Антонина, мать Елена, познакомилась в Москве со студентом Дмитрием Ильичем Гомбергом, 1868 года рождения, то есть ровесником ее матери, ставшим впоследствии адвокатом, с которым у них в гражданском браке родилось четверо детей. Вадим в 1892 году, Елена, Гала в 1894 году, Николай в 1896 году и Лида в 1902 году. Таким образом, Дмитрий Гомберг является безусловным отцом Елены. Существовавшие ранние версии не выдерживают критики в свете последних исследований и фактов биографии. Семья Гомберг-Дьяконова проживала в Казани с 1893 по 1895, когда Гомберг учился в Казанском университете, а Дьяконова работала кушеркой. Следовательно, местом рождения Елены является Казань. Впоследствии семья возвратилась в Москву. В Москве Елена училась в женской гимназии Брюханенко, ныне средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением испанского языка номер 110 имени Мигеля Эрнандеса. Там же обучались сестры Цветаева Анастасия и Марина. В 1912-м была направлена в санаторий Клавадель, Швейцария, для лечения от туберкулеза. Там познакомилась с Полем Илюаром, которого его отец, богатый торговец недвижимостью, отправил в тот же санаторий. Полкость и решительность высокой культуры Елены впечатлили молодого Илюара. Она называла себя Гала или Галина, а Илюар прозвал ее Гала. С нее начался его первый порыв в любовной поэзии, порыв, который продолжился и в дальнейших его работах. В 1917-м они заключили брак, через год родился сын Сесиль. В 1921-м Илюар и Гала посетили художника Макса Эрнста в Керне, Германия. Она ему позировала и стала его любовницей, оставаясь женой Илюара. В следующем году художник переехал в дом Илюара в Аль-де-Луазе, Франция. Любовный треугольник нисколько не скрывался. В 1929-м Илюар и Гала нанесли визит молодому каталонскому художнику Сальвадор Дали, у него в Кадакесе. Это было как удар молнии для них обоих. Любовь сразила как Галу, так и Сальвадора, который был младше ее на 10 лет. Они официально зарегистрировали свой брак в 1934-м. Религиозная церемония состоялась на 26 лет позже, в 1958-м. Она стала единственной женской моделью, помимо младшей сестры Сальвадора Анны Марии, и главным сюжетом вдохновения художника, который не прекратил ее восхвалять и представлять ее как живой миф и современную икону. Со своей стороны Гала взяла в свои руки финансовые дела мужа и смогла заставить их приносить доход. В 1968-м году Дали купил для Галы замок в маленьком поселке Публь, провинция Жерона, которую он не мог посещать без предварительного письменного разрешения его жены. Там она провела последние годы жизни и скончалась 10 июня 1982 года в возрасте 87 лет и там же была похоронена.